Добрый день. Система спутникова мониторинга транспорта агроконтроль 2.0. Общая настройка под системы агро. Система агроконтроль имеет дополнительный функциональный блок агро, в состав которого входят сельскохозяйственные участки и возможность расчета обработок участков. Для возможности использования этого дополнительного функционала агро в системе требуется произвести предварительные общие настройки. Какие компоненты необходимы для создания сельхозобработок в системе? Нам потребуются такие объекты как транспортные средства производящие обработку площадей, прицепные орудия с помощью которых производятся обработки, контуры участков на которых производятся обработки. Как видим некоторые справочники не содержат ни одного элемента. Кстати говоря списки справочники этих категорий расположены в соответствующих пунктах меню и панелях мониторинга. Мониторинг объектов либо сами объекты, прицепы, в данный момент список пуст, справочник пуст, не заполнен и участки. Этот справочник сейчас тоже пуст. Итак, давайте произведем общую настройку системы для возможности создавать сельскохозяйственные обработки и фиксировать их в системе мониторинга. Начнем с транспортных средств. Активизируем панель мониторинга. Наверняка в вашей системе мониторинга транспорта уже зарегистрирован некоторый список транспортных средств. Он может состоять из легковых, грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. Сельхозобработки в основном производятся специализированной сельскохозяйственной техникой, такой как комбайны, трактора, погрузчики. Давайте мы отразим эти группы в элементах агро. Обращаю ваше внимание на то, что для обычной логистики отчетов в системе могут быть созданы свои группировки и в данном случае они уже имеются. В данной системе уже созданы такие группы, как Джон Дир, группа Все движимые объекты и другие. Однако для отражения групп в отчетах по обработкам требуется сгруппировать сельхозтехнику в элементах агро. Для этого заходим в панель обработок и в списке групп создаем новые группы. Как видите, сейчас этот список еще пуст. В выпадающем списке сельхозтехника нет ни одного созданного элемента. Через зеленую кнопку плюс давайте создадим две группы. Условно назовем их кратко группа Джон Дир или даже назовем их группа Джон Дир Агро. И создадим группу МТЗ Агро. Давайте убедимся в том, что вновь созданные группы попали в список. Да, группы налицо и они могут участвовать при выборе групп техники в качестве элементов Агро. У вас имеется возможность создавать свое множество группировок с различной детализацией и сочетаниями списков. К примеру, МТЗ можно разделить на подгруппы МТЗ 82.0, МТЗ 82.1, МТЗ 12.21. А технику Джон Дир сгруппировать по классам и назначению. В данном примере я ограничусь двумя группами Джон Дир и МТЗ. После создания групп Агро соотносим каждое транспортное средство с сельскохозяйствующей Агро группой. Для этого заходим в свойства объекта через значок гаечного ключа. Вот у нас первый объект Джон Дир. Через значок гаечного ключа мы входим на свойства этого объекта. Выбираем вкладку Агро. И из выпадающего списка выбираем заранее созданные группы. В данном случае к Джон Диру подходит группировка Джон Дир Агро. Через кнопку ОК не забываем зафиксировать наши изменения. Такие действия можно проделать для каждого транспортного средства. Для каждого объекта мы настраиваем это свойство на вкладке Агро. ТЗ. На вкладке Агро. СТОН Дир. Заходим вкладку Агро. Заходим вкладка Агро. СТОН Дир. КОНЕЦ. Выбираем агро. СТОН Дир. КОНЕЦ. Агро. Продолжение следует...